всем привет с вами дмитрий михайлов и на моем канале comment by я на очередном объекте здесь оказался я не зря потому что здесь проблема проблема следующем дом был старый дом реконструировали сделали кровлю новую вы видите диалог крыши да он вам есть есть это раньше был конек да было все окей стоял азбестовая труба 140 диаметра увеличили высоту кровли но не увеличили высоту азбестовые трубы при этом увеличили высоту общего стояка дымохода ни в коем случае так делать нельзя котел у заказчика конечно начал отключаться он работает некорректно стяга нестабильна она не может быть стабильна потому что постоянно стоит воздушная пробка вот в этом участке то есть подняли еще три метра наверх просто короба нарастили азбестовую оставили внизу что происходит отключение котла это нормальная ситуация поэтому если вы попали в такую ситуацию если у вас строители сдают вам такую работу азбестовую трубу оставили внизу еще поставили нарастили просто общий грибок то ни в коем случае не перенимайте эту работу и если даже вы принесли вы будете это переделывать будете переделать в рано или поздно потому что то что нету тяги это пол беды еще одна беда и скорее всего она подтвердится когда залезу на кровлю посмотрю будет уже течь с внутренней стороны потому что конденсат он собирается на вот этом металле я не знаю утеплена шахта не утеплена я не знаю как на нее выходить сейчас потому что перед нами стоит ряд задач это нестандартный объект этого неудобно объект не удобно потому что он высокий потому что крыша ломаная и такие объекты но очень неприятно с ними работать потому что переделки это не дай бог но это наша работа это моя основная работа поэтому со всеми трудностями мы будем справляться и как конечно для вас я все покажу а перед вами атмосферный газовый котел с классической системой дымоудаления то есть стоит угол 90 градусов стоит тройник и вошли вовнутрь единственное что когда я считал человеку заказчику когда я считал дымоход я не спросил если конденсат вот в этом месте по трубе я вам сейчас переверну камеру покажу вот у нас здесь это те кто не знает стандартность по 30 плюсовая часть не одевается это индивидуальный переход сделано смотрите как аккуратненько отбортовка это старый элемент сейчас такого на рынке белорусском нету идеальная просто плюсовая часть сделано здесь расширение здесь под газа плотную резинку супер просто и сегменты эти они поворотные здесь вот стандартный не одевается 140 если часть вы оденете 140 минус на 130 минус переход он большой люфт поэтому здесь индивидуальные переходники они у меня есть продажи поэтому индивидуально котлан когда я под ключ и закрываю полностью комплект дымоходов я людей укомплектового потому что я знаю какой сюда надо переходник и все дальше угол 90 вставочка коротенькая она подрезалась видно нету отбортов очки и тройник все и вот смотрите про что я вам говорю конденсат 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 видите вот это все конденсат поэтому мы системы будем собирать по-другому заберем ее по конденсату что вот этих вот вопросов не было и вот здесь и отличный просто тройник вытянуты соединение только получается на выходе под 90 градусов это данный момент это один из лучших элементов все и здесь резьбы никакой нету сейчас я разбираю видите вот такой вот просто колхоз сейчас разберу его вот сборник конденсата проваленная внутренняя часть вполне живой с ним вопросов нету я не удивлюсь если даже 316 марка используется наклеек конечно сожалению нету чтобы судить и вот сейчас я разобрал все сегменты колено вот хомутики стоят можно развернуть положение которое вам удобно это очень удобно но их использовать только надо на подводящих элементах то есть ближе к отлу чтобы здесь температура была больше не образовывался конденсат на уж если поставить где-то дальше появляется через них конденсат и вставка и пошла здесь что-то уже сами колхозничали неизвестно что это раз труб раз труб это поставили для того чтобы этот внутренняя муфта что вас бестовой трубе задержать это кусок предыдущей трубы все туда загнали ну а мы будем ее убирать и конденсат вот родной наш как есть сейчас покажу вам шахте видите он какой-то кусок трубы и самореза загнали и мы не знаем что и что нас впереди ждет мы тоже не знаем и понятия не имею задача перед нами стоит которую будем выполнять и мы ее решим вопрос во времени лучшем случае это если труба стоит на этих саморезах это самое лучшее но если не тогда придется убирать часть грибка в данный момент я естественно просто не вижу я сам покажу как ни в коем случае делать нельзя если вам делали заставляйте вернее не принимайте эти работы вот одна асбистая труба вентиляция пошла вторая труба и вот наша труба это даже не труба нет это труба который не используется для системы домоудаления это оцинкованная труба вот это вот пиццбургский шов стоит в замковой соединении она двигается но к сожалению она не двухметровый поэтому метровый сегмент в нашем варианте это худший худший что можно было предположить но мы будем ее разбирать и конечно ее не довели до конца не до конца не довели это метр метр плюс еще за общий грибок обязательно за общий грибок надо заводить и в итоге это полтора метра не доведено сейчас как-то будем ее убирать не как но вот так не оставлять вот это уже результат того что конденсат поднимался доставлялся вот ржавчина появилась на внутренней части если это было бы затянуть то здесь было бы все же в ржавчине но как правило это через три-четыре года здесь все в потеках ржавых которые потом появляются на кровле там ни в коем случае такую работу принимать нельзя и вот что у нас получилось уже на выходе сборник конденсат вот это все осталось родным если сюда сейчас скажу заказчик чтобы обязательно шланг поставил и опустил вон туда в канализацию и все будет тогда автономно и никаких проблем не будет плюс вот этот сборник снимается и видно небо сейчас его попозже вам сниму потому что я снимать я его не буду потому что сейчас объясню почему этот переход мы подрезали опустились вниз потому что мы вставили вот этот вот переходник вот этот переходник и он делается на место в трубу теперь конденсат вот эта вот течь которая была и вот это вот теперь не будет все будет течь вниз и будет в канализацию все это сделано все автономно поэтому если у вас стоит вопрос привязки к asbest в трубе замеряйте конечно наружный диаметр замеряйте внутренний потому что асбедской трубой они все разные ну к сожалению это это проваленный переходник под заказ был сделан из оси 304 один миллиметр это идеальный кантик скорее всего даже самый лучший который я встречал производить себя рекламировать не буду потому что он сейчас на нашем рынке сдулся и лишняя реклама ему не нужна вот этого конечно больше не будет это вытянутые тройники вообще идеально все монтируйте дымоходы правильно подключайтесь к азбестовым трубам тоже правильно не так просто не относитесь калатно к своим дымоходом это уже работа с которой мои заказчики не буду мучиться с тем что зимой не будет отключаться котел следующему отопительному сезону они подготовлены полностью также вот эти оцинкованные трубы которые были мы их переставили на вентиляцию вентиляцию поднялись потому что все каналы которые были они остановились на каком-то этапе ни в коем случае так делать нельзя если начали вести видите до конца по вентиляции закачка проблем нет а конечно предупредил его о том что труба не выведена но я думаю все и сам замечательно сдал поэтому я сейчас хочу обратиться к кровельщикам кровельщики если вы не знаете как делать работы если вы сомневаетесь где-то обращайтесь монтажная организация кто работает с дымоходом либо советуйте что устанавливать дымоходы потому что так делать ни в коем случае нельзя это вы просто подвергаете жизнь клиента которому делали крышу это жизнь это самое дорогое что у нас есть поэтому если не знаете обратитесь монтажной организации если вы заказчик то обязательно проверяйте что вам делают как делаю систему дымоудаления потому что ни в коем случае так делать нельзя это опасно это газы могут просто уйти вниз а если автоматика не сработать или еще какие-то проблемы но это ваша жизнь поэтому если вы заказчик проверяйте работы еще по асбестовым трубам часто очень бывает и переделываю дымоходы потому что трубы идут в них нету как правило раструбал в таких трубах там 140 диаметр внутри 165 168 снаружи у них нет раструбного соединения и когда две трубы вставляете то есть вы берете трубу труба в труба если нормальная труба сделанности как вот нижняя из нержавейки почему по конденсату потому что есть раструб есть плюсовая есть минусовая часть на асбестовых труб это проблема там нет они идут ровно и что получается вам строители просто две трубы берут и стык соединяет вот таким вот образом да то есть труба не входит то есть вот труба должна входить вот так понимаете вот эта труба пошла в нижнюю трубу то есть вставляется вовнутрь асбестовая труба получается вот так подыма то же самое таким вот образом соединять ни в коем случае нельзя будут проблемы будут переделки дело времени поэтому если делать то делаете вот таким вот образом как это сделать готовые асбестовые трубы таких как правило я не встречаю говорят что они есть до большого диаметра есть большого диаметра есть а маленькая не встречал по крайней мере проблема именно с этим диаметром который внутри идет там 138-140 миллиметров, а снаружи идет 165-168 миллиметров. Что надо сделать? Если вы захотели сэкономить на дымоходе, ставите асбестовую трубу, поставьте из нержавейки муфту соединительную, которая бы вставлялась вовнутрь, вот таким вот образом, вовнутрь трубы нижней, которая снаружи переходила вот так вот. То есть сделать тот же раструб, минус, плюс и соединение. Это переход заказной. К стандартной у вас не получится купить 130-160, плюс, нет, он не становится. Там ближе 170-му диаметру. И снова я говорю о том, что каждому у асбестовые трубы, они какие-то все разные. У них разная толщина стенки, всегда проблематично подогнать какой-то, потому что здесь даже с учетом того, что у меня есть немаленький опыт переделок этих асбестовыми трубами, я сделал переход, который провалился, мне пришлось его еще дорабатывать. В разное время, видимо, строились объекты, хотя, насколько я знаю, асбестовые трубы, они идут ГОСТовские. Но, к сожалению, какие-то проблемы постоянно возникают. Монтируйте дымоходы правильно, всем в хорошем настроении. Не знаете, как правильно подписываться на мой канал, потому что я работаю именно для вас. Всем хорошего настроения, до новых встреч, пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!